Добрый вечер! Какой роскошный зал! Знаете, еще раз убедилась, в который раз, что только компания Фаберлик собрать, вернее, собрать может в одном месте столько красивых девушек. Девушки, вы сегодня невероятны! Спасибо, что вы вот старались, видно, у красотки. Спасибо, это вот от чистого сердца, глаз радует. Вы знаете, по поводу красоты, вот представьте себе Петербург, дворец, поняли? Вот представьте его мощность, роскошь. И теперь давайте перенесем это все на нашу компанию. Понимаете, о чем я? Смотрите, ведь изначально была у дворца задумка архитектура, и также и в компании Фаберлик. Понимаете, о ком я говорю? Алексей Геннадьевич, да? Далее, у каждого дворца есть фундамент. Без мощного фундамента ни один дворец не выстоит векам. Наш фундамент с вами. Это, конечно, непосредственно фабрика. Патенты, разработки и сам продукт. Далее, какой дворец будет стоять без миллионов кирпичиков и крепкого цемента? А что это в нашем случае? Конечно, это наши с вами мощные команды, самые надежные консультанты и лидеры. И вот представьте, вот этот шикарный дворец Фаберлик, как Петергоф. Внутри Петергофа какое роскошное убранство, да? Какая роскошь, великолепие. И это все достижения нашей компании и каждого из вас. Это то, что мы наработали, заработали за 26 лет существования компании. Правда, мощно? Сокладно. И вот однажды, придя в дворец Фаберлик, я влюбилась. Влюбилась в продукт и стала партнером компании. Первые свои офисы я открыла для своих лидеров. Далее лидеры продолжили. Это называется делегирование. И наша команда мощно выросла. Мы вышли на товарооборот в 200 тысяч баллов в каталог. У нас были офисы по всем странам. Представляете, вот так? Эйфория. Мы на ступени успеха. Мы развиваемся. Мы счастливы. И в один день, 1 марта 22 года, я открыла отчет. И моя команда ЗРО. Ну, вы понимаете. Я из города Мелитополь. Вновь присоединенные регионы. Это было тяжело. Больно. Страшно. Потому что вокруг и так. Все летает, стреляет. Без света, без воды, без тепла. Вообще ни связи, ни интернета. И тут еще у тебя просто ЗРО. 200 тысяч баллов и ЗРО. Понимаете. Вот все ваши наработки, все ваша энергия, она просто исчезла. Конечно, я ответственный человек. И я тоже несу ответственность за тех людей, которых приручила. Да? Мы несем ответственность. То есть и те люди, которые были у меня в команде, они тоже остались ни с чем. Благодаря санкциям. Ну, поняли, да? И в таком замешательстве, в таком состоянии, находясь, у меня все равно мозг лихорадочно работал. Потому что я привыкла работать. Понимаете? Восьмое марта я поздравляю Ирену Валентиновну с праздником. Ну, решила прямо в лоб. Ирена Валентиновна, а давайте заведем Фаберлик в наш регион. Ну, хотя бы в Мелитополь. Знаете, пауза была. За эмоции и реакцию не учались. Не знаю, как было на самом деле. Но на следующий день поможем. Понимаете? Поможем. Это дорогого стоит, потому что это все нужно пережить. В это нужно окунуться. Когда тебе протягивает руку помощи твоя любимая компания. То есть вы доверяете компании, компания доверяет вам. Правда, важно. Правда, это команда. АПЛОДИСМЕНТЫ И следующий этап не буду рассказывать. Потому что о Луганске здесь уже говорили. Мы прошли все то же самое. Луганск, Донецк. Мое сердце с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Моя семья смотрела, конечно, со стороны на маму. Мы думали, наверное, у мамы что-то не так уже с головой из-за событий. А раз она думает о своем Фаберлике, понимаете? Тут снаряды, а она косметику дальше, да? Ну и у меня такая команда оказалась. Я очень благодарна своим лидерам. Своей мощной команде. Вы большие молодцы. Потому что мы за полтора года вышли на товарооборот. 150 тысяч баллов. Открыли 40 офисов. 40 зеркторов в команде. Своей. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому, дорогие, уважаемые коллеги, не бойтесь открывать офисы. Ведь офис – это лицо ваше, лицо компании. Если человек пришел к вам в офис, он не просто получает качественный сервис, получает у вас продукцию, он ее тестирует. А если ваш офис еще атмосферный, то есть чаепитие, презентации, мастер-классы, ну, может, у вас какие-то еще девичники, не знаю. Это тоже атмосферный офис. Скажите, куда он пойдет в следующий раз? К вам или на почталку? Конечно, к вам. И только к вам. Он будет самым преданным вашим клиентам и консультантам и приверженцам компании. Поэтому совершенствуйтесь. Открывайте офисы. Это красиво. Это достойно. Как говорит мой муж, красивым девочкам – красивый бизнес. Я вас люблю, уважаю. И тогда мы вернем в лучшее. Всего вам.